Всем привет! Это распаковка-чек. Честно говоря, я никогда не думала, что буду снимать подобные видео. Тоже мне, что я прям какая-то блогерша, какая-нибудь Милена, Милана Стар. Но на самом деле я думала, что будет какой-то, возможно, влог. Еще не знаю, может быть, правда, что-нибудь получится снять. Но сегодня судьба августа, и я села распаковывать подарки. Есть кое-что, что не распаковано. Есть то, что распаковано, но мне хочется поделиться. Первый подарок. Я сейчас не буду по какой-то степени важности идти, а вот просто вот как рука лежит. Может быть, даже лучше будет по степени дохождения до меня. Раньше всего меня поздравила мама. По ее просьбе я не буду показывать вам, что внутри. Точнее, я не буду показывать рисунок, но это кольцо. Когда мама меня спросила, что тебе подарить, я ей сказала, мама, подри мне что-нибудь такое масштабное, ювелирное, но недорогое, что-нибудь памятное, чтобы, возможно, я передавала это по наследству. В общем, чтобы была какая-то история, какой-то смысл в этом. И мама подарила мне кольцо. Рисунок показывать не буду, и надписи тоже, потому что он имеет сакральный смысл. Но сам факт приятности, то, что такая история теперь у меня есть, мне нравится. Дальше. Следующий подарок. Самый парфюмерный. Как дела обстоят во взрослых осознанных отношениях? У тебя спрашивают. Настя, какие духи? Кинь ссылку. Я нашла тестер. Церемония от аномалии. Боже мой. Это мой сегодняшний аромат дня. Это красота красивущая. Я долгое время их хотела. Сразу же после первого затеста их в ЦУМе. Но в ЦУМе они стоили больше 20. А, признаюсь честно, на духах РФ флакон 70 мл обошелся дарителю около 16, кажется. Но это сильно круто для этого аромата, для этого бренда. Потому что вообще в целом линейка дорогая стоит в ЦУМе. Вот. Все тут нормально? Все или какой-то сколышек? Или так должно быть? Непонятно. Вопросики. Крышка металлическая. Флакон. Стеклянный. Ну, красивый. С ума сойти. Так, дальше. Не могу не похвастаться кое-чем, что я сегодня сделала для себя за час. Когда ко мне поступило предложение, Анастасия, а пойдем в твой день рождения в ресторан или в кафе, я, естественно, как нормальная женщина, стала думать, а в чем же я пойду? Первым делом я думала, ну так, ну свяжу себе сумку. Связала, вон он у меня лежит, сейчас я вам покажу. Думаю, ну, наверное, надену я белый какой-нибудь сарафан, какой-нибудь красный кардиган. И вот такую сумку себе связала, яркую, достаточно летнюю, в своих любимых оттенках. Вот тут у меня и хаки, и зеленый, и красный. В общем, я вам показываю ее в недоделанном виде, потому что, в общем, она оказалась еще очень большой, поэтому, в принципе, подойдет идеально под ноутбук. Ручки еще не сделала. Но в итоге я все переиграла после того, как увидела этот лонгслив. Давай, он прям оверсайз, оверсайз. Я вам сейчас все покажу. Он прям сильно оверсайз, честно говоря. Я не настолько большая, я не ожидала, но цвет бургундии. Красота. Окей, лонгслив у нас есть. А что же будем делать с сумкой? Потому что это же не подходит. Проблема решена. Два мотка пряжи. И час времени у меня, ровно час, ну, может быть, час десять, ушел на то, чтобы связать вот такой потрясающий радикюльчик. Моя подруга, вязальщица со стажем, сегодня поставила мне хорошую оценку. В общем, оказалась реально очень удобная сумка. Можно, если что, в подворотник кого-то зарядить, да, газовым баллончиком и сумкой. Очень вместительная. У меня сегодня вместилось два телефона. Подарок от счастья есть, где я сегодня ужинала. Цитрин. Вдруг аллергия разыгралась. И бутылка воды. Шикарный, я считаю. Ну, и еще ко всему, к этому, в общем, мы с моим подругой, которая решила сделать мне сегодня сюрприз. Вот нормальный настоящий рост. Арсения пошел. Недавно в видео 30-летие я говорила о том, что я пришла к какому-то такому пониманию себя, как я хочу выглядеть. В общем, мне все это нравится. Раньше бы я просто надела черную клубнику толстовку, черные джинсы, кеды, рюкзак и в путь. А сейчас мне хочется проявляться. Мне хочется вот эти вязать сумочки, делать шнурочки. Шнурочком какие-нибудь там штучки, дрючки и так далее. Подарки от моей подруги, от Оли. Значит, здесь у меня вот клончик висит. Сейчас я вам покажу поближе. Бантик. Клубничка это мое, это было бантик. Так как у подруг очень часто, спустя какое-то время, не только цикл синхронизируется, но и всевозможные идеи. Вы представляете, да, вы видели сумку, которую я сегодня связала, и Оля ко мне приходит, такая, Настя. И говорю, ну если бы она еще была вязаная, это был тотальный мэч. В общем, это потрясающая вот такая вот сумка из Зары. Запрещенка. Так, ну и конечно же, ну только близкие мои знают, что я просто огромная фанатка вот этого. Я обожаю воги, я обожаю тренировать насмотренность. Здесь вот скандал Дженнер. Я не поклонница семейству Кардашьян, но я думаю, что я точно на это что-то интересно буду с переводчиком сидеть, изучать. Вообще, воги это просто красота. По насмотренности сумка классная, в стиле нулевых. Обязательно заделаю какой-нибудь лук под нее. Возможно, я вас заинтриговала постом в телеграм-канале, что мне пришла посылка от Меладзе, от сестры Валерия Меладзе. Это на самом деле не шутка, это правда. Дело в том, что Лиана Меладзе, сестра Валерии Константина Меладзе, является частью такого прекрасного парадюрского центра, как Velvet Music. И совсем недавно я участвовала в комплексе, в котором я, как обычно, не выиграла. Я верю в чудеса, слышу все голоса, они спеются, а ты бой, бой со мной, мейк со мной, сапапакту мы не знакомы, но... А теперь я знаю все, я верю в чудеса, слышу все голоса, они спеются, а ты бой, бой со мной, мейк со мной, сапапакту мы не знакомы, но... А теперь я знаю все... Ну, мы надеемся, что в будущем году я обязательно одержу уже наконец победу в каком-нибудь конкурсе, потому что пока только участие и третье, второе место. Первое место я не занимала никогда. Ну, а может быть, оно мне и не надо. В общем, это подарки от Velvet Music, сейчас с вами будем смотреть, что же здесь лежит. Итак, для начала мое любимое. Попиты. Ага. Так, ну здесь не один подарок. Первое. Так, коробку положу вот сюда. Ну, мы видим, что это диск. Не то, чтобы я какая-то придирчивая, просто мне даже негде его послушать. Вот кассета и дискета, виниловая пластинка. Кстати, на самом деле, без шуток, виниловую пластинку еще можно куда-то вставить. А Velvet Music, ну, может быть, только если в какой-нибудь машине, но у меня ее нет. Но, в целом, неплохо. Диск. Если сейчас будет кружка и кепка, это будет уже смешно. Так, Velvet, ну, я думаю, что это шоппер. Да, это шоппер. Ну, это вещь полезная в хозяйстве, можно хранить в ней обувь. Конечно, ну, вы видели, с какими сумками я хожу? Связанными. Velvet, это что-то, в общем-то, шутки. В общем, да, тут написано Velvet Music, 20 лет в сердце и 20 лет в плеере. А, может быть, это диск для CD-плеера? Надо пересмотреть Брат 2. Velvet и вы шоппер. И я думаю, что это, наверное, майка или какой-то свитшот. Так, вот то, что мне, как человеку, эстетической направленности нравится, но не нравится, что это помялось немножко, это наклейки. Вот наклейки прикольные. Тут музыкант, люби музыку внутри, свобода, поэт. Вот этому я найду применение, да, казалось бы. Вот это классно, это не очень. Это футболка, видимо, черная, видимо, с надписью. Все медленно, все делаю. Соро, у меня просто сломался микрофон, точнее, прищепка. У меня все время с микрофонами какая-то проблема. Здесь написано «Вельветовый человек». Ну, приколдес. Вот футболки я люблю. Футболки – это тема. Oversize, вообще лайк. Так, вот такой вот у нас подарок от Velvet Music. Так, все, все я посмотрела. Так, мамин подарок открыла. Духи показала. Тут у меня розы еще стоят, но это только один букет. Было 50. Точнее, есть. Я просто их по всем вазочкам растаскала, распихала. У меня еще есть подарок от моего друга, который я не распаковывала. И, честно говоря, наверное, возможно, он уже обиделся, что я вот не смотрю. А я просто решила вот до последнего удержать, потому что это выглядит как ДНК-тест, мне кажется. Пусть говорят, я не знаю, что там. Возможно, это просто открытка и пожелание. Но какова подача? Какая интрига? Вот. Это, да, это крайний подарок. Да, там это я показала, это показала. На самом деле, вот, да, финиширую эту часть. Я не знаю, может быть, это будет отдельное видео или часть влога. А вообще, вот уже какой-то, наверное, осознанный третий день рождения, когда я ничего не жду. А специально, кстати, наверное, так вот будет неплохая картинка, когда фонарь будет отражаться в белое. Ладно, все, заигралась. Это третий мой осознанный день рождения, когда я ничего не жду, не жду никаких чудес, а просто вот принимаю все как есть. И мне так нравится. Я, наконец, кажется, поймала этот дзен день рожденческий, потому что долгое время для меня день рождения был грустный праздник. Ты ничего не ждешь, ты не разочаровываешься. Что, это крайний подарок на день 7 августа. Конечно же, я на неделю еще буду встречаться с друзьями, ко мне придут гости еще на выходных и так далее. Еще мы, возможно, что-то с вами приятное зафиксируем. Но мне правда интересно, потому что, честно, этот друг мне дарил дым-машину на Новый год. Он мне дарил бутылку виски коллекционного красивого. Интересно, что же здесь, потому что, ну, правда, на его день рождения в прошлом году мы с Олей подарили ему именной ремень для гитары и рубашку. С днем рождения! Вот сразу видно артист с автографом. С автографом. Так. Может быть, это реально открытка? Степа, ну, подача, конечно, за все. Или вдруг там реально дем-котест, где степа такой пишет, я на самом деле твой брат. Ну, это было бы мило. Так. Блин. Не, ну это, честно говоря, признаюсь честно, я догадывалась. Когда думала, что здесь вот лежит, если здесь какой-то сертификат, то этот человек, который яро верит в мое творчество, в мою музыку. И в меня, как в артиста, ну, просто не мог мне подарить. Мне, во-первых, блин, такой тактильный, классный. Ну, эстет выбирал. Эстет. Сертификат на 10 часов записи в Jazz Studio. Сертификат, действительно, главное, что он со сроком годности, это значит, что Настя, поторопись, да? А не тяни все. Два часа, два часа, два часа, два часа, два часа. То есть, либо пять раз по два часа, либо вот на целый день. Блин, класс. Блин, ну это круто. Блин, это очень приятно, Степ, спасибо большое. Если вдруг ты смотришь это видео, ну, или я просто тебе отправлю потом этот кусочек, ну, блин, ну это приятно очень. Это тем более очень необходимый и важный подарок. И это точно доказательство того, что ты поддерживаешь все то, что я делаю. Я хочу сказать большое спасибо всем антресольцам, которые смотрят мои видео, поддерживают меня и в моих музыкальных, и в моих парфюмерных каких-то историях, вообще в целом меня как человека. Большое спасибо моей семье, моим друзьям, моим ученикам, всем-всем, кто сегодня пожелал мне здоровья. В основном 99% это была здоровенность, давай уже хватит, да, ты нам нужна. И дали мне столько заряд, заряд, так, подарили мне заряд энергии, веры в себя, всего самого приятного. В общем, я улыбалась до ушей целый день, и я постараюсь сохранить эту энергию, это состояние на как можно большее и долгое количество дней. Вот, ну и все, я побежала смотреть головоломку. Пока-пока. Ой, это еще не конец получается. Мне так безумно приятно, что вы часто меня поддерживаете относительно моих всяких песенных вставочек, и в этом видео я решила также вставить в конце песню, которую я тоже не выиграла в конкурсе от Velvet Music. Я участвовала сразу с двумя песнями, но мне безумно нравится вообще в целом эта песня о Меладзе и та версия, которая получилась. Поэтому, вот, надеюсь, вам тоже. Все, теперь точно пока-пока. Приятного просмотра и прослушивания. Давай останемся свободными. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok